привет с вами доктор влад у нас у нас минус один и снег идет ничего себе ну ладно комментарии василий барышев он представляет письмо тут из киева здравствуйте я совсем на минутку сегодня тревоги воздушные и довольно часто часто значит что еще будет отбой тревоги нужно будет поехать за город попробовать там семья без еды и лекарств попробуем поехать чтобы до восьми вечера вернуться ильпень на 80 процентов освобожден чернобаевка манит орков не знаю даже чем утопили российское судно которое обстреливало николаев и одессу нам рассказывал два подбили ушли они горящими надеюсь больше не захочется обстреливать наши города убегаю осталось 6 минут чтобы уйти в укрытие берегите себя это сообщение из киева так что еще тут байден вновь назвал путина воен военным преступником ну давай объявляй розыск то макрон макрон чего макрон давно его не было заявил о желании провести операцию для эвакуации людей из мариуполя да вот макрон двоеточие франция турция и греция не числе компании да хотят провести операцию по эвакуации людей из мариуполя интересно что получится у них нет в сша считают что мексика полна российских шпионов нифига себе так глава северного командования сша выразил озабоченность попытки попытками россии и китая повлиять на латиноамериканский регион он предупредил сенат о большом количестве сотрудников российской разведки в мексике он также обвинил россия китай в распространении дезинформации и сеяние поводов для разногласий которые должны подорвать основу американской демократии ну то есть опять трампа посадить это что господи музыкальный сервис спотифай уйдет из россии да нечего музыку слушать слушайте путина так вучич заявил что оплата газа в рублях была бы для сербии проблемой да и платить не будем так путин подписал закон о наказании за фейки о госорганах россии за рубежом да господи за рубежом так сша могут нарастить производство комплексов джавелин и стингер но украина то требует конечно будут будут наращивать хуситы атакуют объекты сауди арамко так хуситы но это москвичи конечно хуситы кто еще то передает тасс хуситы как их назвали интересно так в калининградской области подорожала офисная бумага однако эксперты уверены что дефицит на рынке создан создан искусственно да господи так правительство одобрило передачу акции футбольного клуба локомотив так и куда их будут передавать будут проданы по цене не ниже рыночной какие-то акции локомотив кому-то это надо так умер кто-то умер ребята бывший директор агата а валерий алавердов а что это за агата а это головной научно-исследовательский институт космической отрасли помер мужик это хоть 82 так фрг поста и все а поставил на украину полторы тысячи пзрк стрела и 100 пулеметов Максим нет МГ-3 я не знаю кто такой и 8 миллионов пистолетных патронов также доставили в зону боевых действий 50 медицинских транспортных средств и 350 тысяч продуктовых наборов это германия да помогает украине драка пассажирок в автобусе попало на видео пассажирки подрались это где бабушкинский район дерутся да весеннее обострение да у москвичей весеннее обострение европа исключила оплату за российский газ за российский газ в рублях не будем так славиния т т т т т т т урсула ляйден какая-то глава еврокомиссии даже не собираются они у них и рублей то нет ну путин просто уже поехала крыша да суд арестовал убившую своего ребенка женщину в москве убила сына ножом нифига себе а тут вообще в Екатеринбурге осудят мать которая убила новорожденного сына и выбросила тело на помойку вообще кошмар что творится да так заводы хюндай хюндай тойота и ниссан в питере должны скоро заработать да ну и что они будут выпускать кровати что еще то так польский генерал призвал Варшаву заявить претензии на Калининград ага ну надо референдум провести в Калининграде а можно и без него просто забрать и все да у Путина сейчас армии то не осталось можно забирать все что угодно все кому понравится посла кого посла ах посла России вызвали во французский МИД за карикатуру какую-то какую-то карикатуру значит на в твиттере опубликовал по данному французского МИДа на фотографии в твиттере было изображено тело лежащее на столе с надписью Европа а рядом стояли персонажи представляющие США и Евросоюз вонзающие в него иглы нифига себе это кто такой посол посол России они вообще уже рехнулись в МИДе вообще уже все так робот или человек вот отправить не вижу код зачем это мне еще надо то ну сейчас посмотрим что хоть тут так назвали Путина военным преступником я уже говорил так умер умер убившая так 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 а Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше я обычно пиццу заказываю с пепперони а Байден ну какой поел пиццу с американскими солдатами с ума посходили такие заголовки так это что такое российские семьи российские семьи могут получить 20 тысяч на ребенка ну да если они отправят в Украину воевать и все получат да да или не так а за каждого из усыновленного ребенка так в ЦИОМ 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли ну что я могу сказать дебилы лавров давно сказал уже посол России в Италии подал в прокуратуру Рима иск на ластампо а еще один посол и чего публикации не понравилось ему а там что-то хотели Путина убить что ли правильно так Байден ага это я уже говорил поел пиццу а вообще интересно вот сидит среди солдат да и пиццу лопает вон да старый сидит да с Путиным конечно не сравнить так в Китае видеосервис сервисы удалили все фильмы с участием Киану Ривза и за что его так за поддержку Тибета вот еще китайцы распоресались так в Оренбурге автомобиль автомобилисты в шоке от того что газ дешевеет прямо на глазах да боже что мой вот не успел газ пустить а он уже подешевел да какой то сегодня дебильный день начав спецоперацию РФ сорвала далеко идущие планы Польши относительно Украины оказывается оказывается Польша хотела завоевать Украину да а Путин спас Украину спас да тяжелый случай опять что то у меня сайты не открываются все открылся известие Силуанов призвал россиян не беспокоиться о своих сбережениях в банках не беспокойтесь их давно уже украли все так США чего внесли лабораторию Касперского список угрожающих нацбезопасности страны компании ну то гонят их пинками отовсюду так что еще сторонники Путина в Италии предложили использовать больше газа для поддержки РФ это кто такое фигню газета ру сторонники там два сторонника и вот они газ жгут да Google больше не работает над подключением карт МИР Google Pay работали работали и все да эти планы больше не обсуждаются так карта МИР подключается только к Гребербанку все Макрон не согласил тьфу ты Макрон не согласился платить за российский газ в рублях ну это само собой давно он уже так Пашинян боже мой Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе а пока Путин увел войска и там азербайджанцы долбят 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 опять так антироссийские санкции привели к проблемам с поставками бананов из Эквадора не будет больше бананов нет ну будут свои свои в Краснодаре будут выращивать да так это что такое премьер Польши предложил запретить выдавать визы россиянам ну так надо опять Макрон у меня сегодня Макрон прям бенефис Макрон снова собрался звонить Путину ух ты и вот он пишет что я готов продолжать ну Макрон продолжать диалог столько сколько потребуется чтобы свести его с ума уже окончательно так что тут еще у меня а твиттер пошел Михаил Прохоров ну помните дылда такая миллиардерская Михаил Прохоров прибыл в Израиль на рейсовом самолете и запросил гражданство Израиля а что так можно было он что то на еврея то не похож ну запросил а возможно ему удастся доказать что еврейкой была его бабушка со стороны матери Анна Анна Исааковна Белкина 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 еврейка ну самая такая фамилия еврейская Белкина так величавые 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 лихорадочно ищут еврейских родственников да величавые он ну он 2 метра ростом конечно величавый я с них комментарии я с них охреневаю за столько лет не озаботятся запасными аэродромами имея деньги и возможности неужели они не понимали куда их тащит полоумный старик ну ай да пускай война в Украине трет написан моими глазами девушка как это пишет трет написан моими глазами слухом и опытом все что здесь будет описано уже зафиксировано и передано в соответствующие органы и вот пишет она значит ребят я тут много-много-много но смысл какой я вот читаю да ну все то же самое что фашисты делали ну из книжек во всяком случае я на войне то не был естественно вот ну все все что фашисты стреляют на левое право направо грабят все вообще кошмар такой ну вот только одна фраза скажу так что только больной человек мог прийти под видом защитника чтобы грабить насиловать и убивать да грабят насилуют убивают ну вот так ребята много-много здесь что еще опа на приказы вместо оленевода ну вместо шаги да подписывает какой-то ИО да вот тут приказ министра обороны Российской Федерации так временно исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Булгаков Булгаков не знаю кто такой ну все шаги нет уже все так это что общая стоимость связанных с Россией активов которые заморозила Великобритания составляет 500 миллиардов фунтов при этом чистые активы олигархов и членов их семей превышают 150 миллиардов об этом заявила министр иностранных дел Ли Страс ну это Великобритания да нифига себе так соглашение США и ЕС европейские закупки у Газпрома в 2022 году сократятся на треть Германия также наполовину сокращает импорт нефти из России минус несколько десятков миллиардов долларов в нашем бюджете да ну в вашем смысле в российском слив нового дня президент Татарстана ведет переговоры с Кузбассом и Казахстаном об образовании союза мусульманских европейских государств в случае успеха Татарстан запросит политической независимости и вступит в НАТО ничего себе а вот тут кто-то пишет скорее Татария Башкирия и Оренбургская область возможно Самарская и Саратовские области и все будет содружество мусульманских государств и вступит Саратов вступит в НАТО это хорошо так в России только за первую неделю войны выдали 5000 посмертных наград посмертных хотя сегодня Минобороны заявила всего 1351 погибшим военным за месяц единственный медальный зачет в котором мы лидируем только за первую неделю 5000 посмертных наград в Польше достаточно места чтобы хоронить нападающих польский президент Андрей Дуда в ответ на угрозы нападения на Польшу поляки крутые если Путин хотел этого добиться то он добился практически весь сжиженный газ который есть на мировом рынке идет в Европу и вот здесь карта идут в Европу хорошо так о ребята с 25 по 30 марта 49 года прошла самая массовая депортация из стран Балтии за пять дней были вывезены около 100 тысяч человек 73 процента женщины и дети за что исполнители и руководители операции были удостоены ордена красного знания знамени да депортации из стран Балтии увезли в Сибирь ребята ну вот кто-то пишет моя бабушка латышка именно тогда вместе с родителями была депортирована в Красноярский край она была ребенком бабушка говорила что их должны были расстрелять но им удалось откупиться да какой кошмар начала прозревать после того как сходила в аптеку и поняла что ее лекарство подорожало в шесть раз ну да не знаю скажет это американцы виноваты что Херсон по нашей информации ВСУ очень близко уже очень близко российскую армию постепенно начинают выдавливать из города мы не можем рассказывать всех деталей но скоро Херсон будет зачищен от русни контроля над городом у российских военных уже нет а вскоре он будет усеян их трупами это Херсон ребята так фактически сейчас от основных сил оказывается отрезана группа российских оккупантов в Сумской области то есть грубо говоря завтра будет либо сдача в плен большого числа орков либо их уничтожение в окружении сезон котлов для оккупантов стартовал украинского мальчика ну здесь фотографии украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине оперирует в очках HoloLens через который запад отделением в израильской детской клинике наблюдают по спутнику за операцией средневековому русскому миру никогда не победить 21 век интересно да круто круто на Россию на Россию доставили первых раненых с лучевой болезнью они несколько дней провели в зоне ЧАЭС так это Чернобыльская атомная станция зеленые человечки стали по-настоящему зелеными так спецслужбы США вывезли Александра Невзорова из Израиля в Швейцарию и обеспечили ему охрану вот Невзоров и вот дальше здесь ребята огромная статья интервью с Невзоровым странно все вот он знаете говорит буквально вот что у него есть договоренность у Невзорова да он сам говорит договоренность с администрацией президента Путина значит договоренность такая что он может говорить все что угодно и писать и интервью давать но он не будет значит организовывать революцию в России ну почитайте на медузе у кого есть доступ я не знаю как она закрыта не закрыта она еще вот так спрашивает журналист а что вы можете организовать революцию в России да говорит запросто я знаю как это делается ну в общем вот так вот трудно сказать я ему не верю я так здесь вот даже на твиттере написал что я не верю не взорву так ну что еще Саакашвили а ну-ка что что это твиттер после саммита НАТО в ближайшие дни Украина в разы увеличит свой оборонный оборонный потенциал системы радиоэлектронной защиты и ракеты которые готовятся для передачи лучшее в мире оружие после этого можно будет переходить в наступление жду не дождусь этого счастливого момента Саакашвили да так мамка чья то ну это все твиттер продолжаются разные люди Катя Лилия пишет мамка чья то моложе меня в маршрутке весело общалась с кем то по телефону что сына на Украину отправили контрактник он машину давно мечтал купить улыбаясь вышла на нужной остановке улыбается комментарии а то что он будет убивать таких же как или таких же как сам или детей или матерей тупая овца ну в общем так ребята так и есть экс капитан сборной Хорватии ныне директор донецкого шахтера Дарио Сарна о заявке России на проведение Евро 2028 они не в своем уме живут в каком-то своем выдуманном ими же сами мире им бы заявку на место в тюрьме подать интересно футболист а умный какой так Пиантковский так сенсация своим корявым генеральским языком Рудской вбросил Ускобеевы в 1730 новый темничек после взятия Мариуполя и полного освобождения ДНР и ЛНР никаких городов брать не будем мы изначально не планировали не знаю так и последнее что у меня последнее я так понял Шойгу пропал не один он забрал с собой всю бумагу и прокладки такие дела на утро ну дальше видно будет какая погода мрачная пока с вами доктор его предмет на в в в в в в